друзья всем огромный привет я рад приветствовать вас в своем новом видео меня зовут ксения и сегодня у нас с вами будет макияж глаз палеткой от бренда сода это палетка в коллаборации с disney в красивой яркой раскладки давайте открывать и смотреть скорее здесь у нас 15 оттенков достаточно яркой цветовой раскладки обратите внимание мы можем увидеть здесь как зеленые оттенки так и розовые оранжевые красные желтые и даже вот что-то у нас такое голубоватое здесь также имеется здесь 1 2 3 4 5 6 7 8 матовых оттенков 1 2 3 4 5 шиммеров и 1 глиттер глиттер кстати здесь очень красивый в таком вот бирюзово-изумрудном оттенке невероятно красивая в общем сегодня мы будем сделать макияж на глазах что-то я думаю что у нас должно получиться интересное очень вдохновляет меня эта палетка обратите внимание на логику при раскладке цветов мы можем здесь сделать как и зеленый макияж в принципе здесь есть и матовый потемнее и матовый посветлее и также какие-то шиммеры которые можем использовать в этой цветовой гамме помимо зеленых оттенков также можно делать макияж какой-то красновато-оранжево-желтый гамме посмотрите можно сделать красивый градиент от красного через оранжевый в желтый и также вот есть такие вот более глубокие оттенки такого темно розового цвета и коричневые и конечно же красивые блестяшки у нас тут есть и так ну что я предлагаю долго не затягивать а приступить уже к макияжу глаз что мне хочется сегодня сделать мне хочется задействовать по максимуму здесь количество цветов чтобы протестировать я еще не делал макияж с этой палеткой сделала только сводча потыкал их пальчиком каждый рефил и надо сказать что на руку передается оттенок достаточно хорошо я могу сказать что эти тени достаточно пигментированные но что будет на глазах мы с вами увидим я понимаю и знаю что все таки все яркие оттенки нужно наносить на базу на подложку какую-то для того чтобы цвет раскрывался еще лучше было еще ярче и работать с ним было проще в качестве базы я сегодня буду использовать кремовые тени от color tattoo в оттенке cream de rose 91 буду носить их синтетической кистью так по поводу моих ресниц оговорюсь сразу же я вчера делала макияж и приклеила пучки и вчера очень аккуратненько умылась и пучки у меня вот остались на глазах планирую с ними проходить еще несколько дней пока они мне не доставляют никакого дискомфорта а вот такой вот эффект нарощенных ресничек у меня присутствует и мне это нравится поэтому если вас это немножечко смущает то прошу прощения я думаю что они нам сильно мешать не должны итак беру синтетическую кисть тени набираю достаточно обильно и переношу на века и так мне хочется смешать два вот этих вот оттенка мне кажется между друг другом будет хорошо гармонировать и я хочу прийти вот как вот этой вот сияшки в итоге на центр века нанести и что-нибудь такое интересное во внутренний уголочек глаза очень нравится вот этот вот оттенок такой вот и глубокий пыльно-розовый очень нравится поэтому начнем я думаю что с него беру пушистую кисть набирают оттенок буду наносить на внешний угол глаза тени не сильно пылят и давайте смотреть как они будут переноситься на века ну конечно это не анастасия беверли хилл со своей бешеной пигментации абсолютно мы видим что все таки цвет такой более 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 мягкий хорошо уходит в кожу но вы знаете все таки на каждый день нам не хочется никаких ярких макияжа а если же мы хотим что-то супер мега яркое то мы можем нанести всегда гелевый карандаш допустим вот от ламель на века да и сверху уже на карандашик нанести тени тогда у будет просто супер яркий яж но сегодня мне хочется попробовать именно то как они будут работать соло без всяких подложек посмотреть я думаю что мы с вами проэкспериментируем еще и на подложках и без подложек всяких так завожу значит этот оттеночек полутенью в складку века но если сравнивать конечно же эти тени с анастасия беверли хилл зато они точно не оставят пятен а можно работать потихоньку наслаивая каждый цвет и не бояться того что вы что-то там не сможете растушевать здесь все очень мягко хорошо идет да давайте все-таки протестируем еще и с подложками у меня есть желтый карандаш от ламель я думаю что в дуэте желтый оттенок будет просто ярчайшим на наших глазках поэтому давайте на внутренний уголочек глаза я наношу желтый карандаш от ламель так теперь возьму небольшую кисточку чтобы растушевать границы и давайте прям этой же кисточкой набираю вот этот вот желтый солнечный яркий оттеночек вдруг тежного красится прямо в эту палетку зеркала смотреться и вот так вот набиваю этот желтый на карандашик так этот желтый имеет немножечко оранжеватый подтон нежели карандашик ламель ламель все-таки он прям такой вот в него он уходит этот оттеночек он такой более оранжеват но это нам и нужно потому что следующий оттенок я планирую набрать именно оранжевый и так я беру следующий оранжевый оттеночек этой же кисточкой и наношу его следующим на века вот такими вот прихлопывающими движениями пытаясь создать градиент как между желтым так и увести этот цвет немножечко вот к тушевке кстати надо сказать оранжевый достаточно яркий а теперь конечно же мне нужна пушистая кисточка чтобы сгладить все границы возьму мягкую белочку и прохожусь вот так вот по границе так здесь ничего такого нету светлого нейтрального матового давайте чистой кисточкой немножечко пройдусь итак для того чтобы у нас было все логично и гармонично мы можем добавить следующим от внешнего уголка глаза также этот оранжевый слушайте может быть нам красный взять сюда давайте попробуем взять красный оттеночек я возьму такую пушистую кисточку это уже который работал возьмут прям яркий яркий красный оттенок и попробую перемешать его вот с этим вот розовым это даже не красный такой вот он не кровяной он все-таки прям такой малиновый этот оттеночек ну тоже кстати неплохо смотрится тоже достаточно пигментированный очень красивый смотрите красный тоже достаточно пигментированный и оттенки на сказать хорошо друг друга входят то есть цвета все перекликаются и не получается у нас с вами грязи все вполне себе симпатично довольно таки выглядит так по моему для немножечко еще нужно увести цвет ближе к внешнему уголку посмотрите как красиво входит розовый в красный и красный розовый и так теперь мне хочется взять конечно же вот этот яркий оранжевый оттеночек и давайте попробуем нанести его на базу для глиттера я беру базу для глиттера от essence значит выдавливаем большое количество на ручку плоскую кисточку беру синтетическую небольшую выдавливаю пигмент на кисть и прохожусь по центру века теперь давайте я возьму кисть эту же до которой наносила все оттенки вот этот вот красивующий оранжевый шиммерный яркий оттеночек и вот так вот его буду набивать на базу для глиттера неплохо очень красивый оттенок он не рыжий не ржавый такой знаете вот он там прям искрящийся очень очень яркий очень красивый оттенок оранжевый золотой очень красивый мне нравится и и так ну что посмотрите по моему очень красиво смотрится мне нужно уравновесить два глаза по растяжке цветов вот возьму кисть бочонок и еще раз оранжевый оттенок и на стыке всех оттенков таким вот образом теперь возьму пушистую кисть и вот этот вот наш розовый оттеночек пройдусь еще раз по складке чтобы у меня все было тут красиво ну что мой взгляд достаточно неплохо прям даже я бы сказала мне все нравится пока что я делаю дальше мне хочется взять вот этот вот темный оттенок глубокий бордовый и нанести его прям на самый внешний уголочек глаза так для этого мне нужно вот эта кисточка мне очень нравится я ее сейчас почищу ей же буду набирать этот оттенок темный так беру вот этот вот оттеночек он самый спокойный здесь по моему это раскладки бешеный ну не исключаю вот еще шиммер золотистый и набиваю его на внешний уголочек глаза таким вот образом так же посмотрите они дружат вот с этим розовым с нашим транзитным цветом все выглядит симпатично и я потом еще буду подрезать форму как мне это последнее время очень полюбилось делать мне хочется добавить на границе на границе моего ярко-оранжевого шиммера вот этот вот золотистый оттеночек чтобы сделать еще более плавный переход давайте пробовать наша задача задействовать как можно больше цветов беру беру не падать беру вот этот вот золотистый оттеночек он тоже кстати достаточно красивый и вот так вот немножечко пройдусь по границе не очень верное решение касательно на внешнем углу глаза но на внутреннем уголке глаза все смотрится неплохо здесь у меня проснулся сын поэтому закадровым голосом дальше буду озвучивать ролик итак я наношу молочный каял на нижнюю слизистую нижнего века и теперь беру матовый такой вот голубовато-зеленый оттенок плоскую кисть и как бы прихлопывая на молочный каял буду носить его на нижнюю слизистую высветляю внутренний уголочек глаза таким вот светло-молочно-золотистым оттенком очень красиво он смотрится опять беру матовый розовый оттенок и прохожусь пушистой кистью по нижнему веку чтобы все у нас было гармонично в макияже но здесь у меня задача использовать по максимуму цветов поэтому я беру голубую сияшку кисточку небольшую и наношу ее на центр нижнего века чтобы посмотреть как ведет себя оттенок на глазках и еще один шимберный оттенок уже опять же в таком вот лазурном цвете наношу на нижнее веко конкретно в этом макияже к сожалению вот это вот голубая зеленая гамма не раскрыта из этой палетки но я думаю что я еще сделаю массу вариантов и массу макияжа с этим цветовым акцентом теперь я почищаю форму беру консилер плоскую кисть и вытягиваю форму к вискам и пушистой кисточку растушевываю консилер осталось прокрасить реснички прокрашиваю только нижние реснички потому что наверху у меня пучки и вот такой вот сумасшедший абсолютно сегодня получился у меня макияж еще раз говорю что моя задача попробовать максимум цветов ну на мой взгляд палетка ведет себя на глазах неплохо теперь предлагаю ознакомиться со всеми свотчами никакой базы предварительно я на кожу не наносила голая кожа палец и собственно оттенок и так как вы видите цветовая палитра достаточно разнообразна есть из чего выбрать есть из чего проэкспериментировать в общем я буду наслаждаться этой палеткой и еще простраивать в голове у себя варианты цветных макияжей всем удачи всем пока пока ставьте обязательно лайки подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии